Это плохо. Машина Лиане вылетела с дороги и тонет в карьере. Ей хватает присутствия духа перетащить старшего ребёнка на переднее кресло, но из-за колоссального стресса ремни детского сиденья ей не подаются. В итоге... Позже, когда машину вытаскивают из воды и открывают переднюю дверь, видят пластмассовый манекен, а не мёртвого ребёнка. Мама Лиане тоже в порядке. Вот так ваш ребёнок может погибнуть, если вы не сможете вытащить его из сиденья своего автомобиля. Добро пожаловать на курсы доктора выживания «Как быть, если машина решила искупаться?» Многие люди не знают, что нужно делать. Они думают, что нужно, к примеру, дать машине наполниться водой, чтобы давление выровнялось и можно было открыть дверь. Однако неизвестно ни одного случая, чтобы человек выжил, действуя таким образом. Потому что к моменту, когда автомобиль наполнится водой, вы, скорее всего, уже захлебнётесь. Нелегко показать, как люди погибают в тонущих машинах. Особенно, если вы не хотите никого ранить. Кто сейчас не ныряет, может помочь подтолкнуть её и проследить, чтобы она оказалась там, где нужно. Лично мне это совсем не нравится. Гизбрихт купил две машины. Все жидкости выкачаны, заднее стекло, как последний путь к спасению, выбито. Стеклоподъёмники ручные. Нам нужны стёкла, опускающиеся вручную, потому что они должны работать до конца. У большинства из нас электрические стеклоподъёмники. Они работают лишь несколько секунд. Они точно не будут работать, как только машина окажется под водой. Поэтому мы инструктируем людей, что как только они освободились от ремня, следующим шагом нужно открыть окно. Их жизнь зависит от возможности выбраться через окно. Каждый раз, когда одна из машин падает в воду, случается одно и то же. Передняя часть, где расположен тяжёлый двигатель, начинает тонуть. Иногда быстро, иногда немного медленнее, но она всегда тонет. Мы рассказываем людям, что если машина упала в воду, то так или иначе всё будет кончено в течение трёх минут. Первую минуту шанс выжить почти 100%, потому что машины ещё держатся на поверхности. Нужно лишь постараться как-то выбраться. Но после первой минуты шансы выжить резко сокращаются. После примерно двух минут шанс выжить практически равен нулю. Когда машина попадает в воду, то первое, на что вы обращаете внимание, это потоки воды, льющиеся из-за стенки моторного отсека. Вопреки распространённому заблуждению, салон машины не является водонепроницаемым. Правильный план действий — сначала снять ремень безопасности, потом опустить окно и правильно освободить ребёнка, в нашем случае нашего пластмассового малыша, от ремней безопасности. Я выяснил, что даже несмотря на то, что это упражнение проходит под контролем, но всё равно мы в панике пытаемся вытащить ребёнка, даже если это всего лишь манеке. Ежегодно в Северной Америке около 400 человек гибнут в утонувших машинах. В Канаде около 40 человек в год, и фактически на них приходится от 6 до 10% всех утонувших. Дело в том, что в большинстве случаев её можно было предотвратить. Зачастую просто не позволяя себе проявить типичную в наше время реакцию. Единственная полезная вещь, которую можно совершить с помощью мобильного, это отправить сигнал, который приведёт спасателя к тому месту, где утонула машина. Поэтому вы лишь потратите время, и к тому времени, когда вы поймёте, что никто не спасёт или телефон больше не работает, вы будете находиться на заднем сиденье машины, вдыхая последние остатки воздуха, утекающего через заднюю часть машины. Поэтому вот 4 действия, которые надо сделать. Отстегнуть ремень безопасности, открыть окно, если есть дети, то освободить их от ремней, а затем покинуть автомобиль. И нет ни одной причины, чтобы медлить с любым из этих действий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok